Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! На нашу редакционную почту постоянно приходят вопросы от зрителей. Предлагаю сегодня ответить на некоторые из них. Давайте попробуем. Итак, первый вопрос. Почему в молитвах употребляется выражение «раб Божий», а в Евангелии «сыны Божии»? Получается, что христианство проповедует рабство. Как совместить это с тем, что человек создан по образу и подобию Божьему, и с тем, что Господь оставил человеку свободу воли и выбора? Разве может раб уподобляться хозяину и иметь свободу воли? В Евангелии действительно мы называемся «сынами Божиими» в Священном Писании. А рабами мы называем сами себя по отношению к Богу. Это некий, с одной стороны, если угодно, речевой этикет. Дело в том, что сегодня для нас рабство – это что-то не просто ужасное, но и совершенно непредставимое, и небывалое. Но в то время, в эпоху раннего христианства, рабство было естественной формой общественного устройства. Само христианство сделало больше, чем кто бы то ни был, для того, чтобы рабство было уничтожено, как явление. Но Христос пришел в мир, в котором рабство было, и первые христиане жили в этом мире, и они относились к этому не с таким чувством, как мы относимся сегодня уже после того, как рабство является в общем и в целом преодоленной формой общественного устройства. Хотя, конечно, тоже встречается в самых жутких видах и в наше время. И поэтому это такой, с одной стороны, речевой этикет, когда человек, обращаясь к Богу, хочет показать максимальную свою от него зависимость и максимальную ему преданность. Просто раб не несло всегда такого негативного оттенка. В одной из молитв мы говорим, «Я раб твой и сын рабыни твоей я», обращаясь к Богу. То есть, тем самым, говоря ему, исповедуя перед Богом свою преданность и всецелую отдачу самого себя Богу. И кроме того, все святые отцы единогласно говорят, что это слово «рабство» по отношению к человеку, оно имеет еще и более глубокий смысл. Дело в том, что, несмотря на то, что рабство в общем и в целом преодолено, мы все равно являемся рабами тех или иных своих немощей, страстей, чувств, пристрастий и так далее. То есть, человек рабствует своим привычкам, своим каким-то недостаткам. А когда человек исповедует, что он раб Божий, это значит, что он принадлежит только Богу. И больше ничто им не обладает. Ничто и никто. Собственно говоря, если вот так рассуждать, то раб Божий – это некая высшая форма свободы человека от всего того, что не есть Бог. Поэтому, помимо речевого этикета, о котором в первом случае я сказал, это еще и некое такое исповедание себя преданности Богу и свободы от всего того, что обычно порабощает человека. Вопрос от Анатолия. Правда ли, что христианцы проповедуют о вечной жизни одной лишь души, а тело рассматривают лишь как временное прибежище для этой бессмертной субстанции? Почему тогда православие против кремации? Ведь все равно тело Богу не нужно. Нужна лишь душа. Лишь она бессмертна. Дело в том, что это не совсем правильно. Человек – двусоставное существо. Он состоит из души и тела. Церковь не гнушается телом. Да, были некоторые такие гностические секты ранних и веков христианства, которые называли тело темницей для души, которые считали, что чем быстрее душа освободится от тела, тем лучше. Даже проповедь всякого рода самоубийств, она была именно на этом именно основана. Но христианство как раз считает, что и душа, и тело человека почти равнозначны. А вот почему, когда человек умирает, мы совершаем над этим телом целое вечное последование. Читаем псалтирь, потом совершаем литургии, когда это тело присутствует в храме на божественной литургии. Хотя да, человек-то мертвый уже. Мы отпеваем его, кадим, воздаем ему честь этому телу, такую заслуженную, потому что оно служило человеку. И мы его хороним со словами «Земля, если и в землю от идише», и надеемся на воскресение мертвых, надеемся на то, что в вечности люди будут с преображенными, но телами, такими же, какими они были во время земной жизни. Поэтому это неправильно, что христианство равнодушно или, может даже, пренебрежительно относится к человеческому телу. Совершенно нет. Но что касается кремации, то для нас она нежелательна по целому ряду причин. В христианских странах кремация начала даже не распространяться, а насаждаться очень так усиленно, это было и в Советском Союзе тоже, именно как альтернатива христианскому погребению, именно как некий элемент борьбы с церковью, борьбы с церковной обрядностью, борьбы с тем, к чему был приучен, к чему привык русский православный человек, ну, вообще христианин. Потому что в Европе это тоже в свое время было сделано именно вот из таких вот соображений, да. Это языческая практика, которая была искусственно насаждена вот в христианских странах, людьми, которые делали это совершенно сознательно. Ну, и тут даже здравый смысл говорит, неужели, допустим, в России, где совершенно огромное количество земли, у нас не хватает места для того, чтобы по христианской традиции спокойно, нормально погребать наших усопших. Конечно, хватает. Вот это идеология, ну, а в наше время еще и бизнес. Спасибо, Владыка. До свидания, до свидания, уважаемые зрители. В паре десятков километров от Барыша у села Самородки находится свято-богородица Казанский Жадовский мужской монастырь. Он был основан в 1714 году на месте явления в источнике чудотворной иконы Божией Матери крестьянину Тихону, страдавшему слабостью рук и ног. В течение нескольких лет послушником в обители был будущий преподобный исповедник Гавриил Меликеский. В советские годы монастырь был разрушен. Монашеская жизнь начала возобновляться лишь в 1994 году, а три года спустя вернулась и чудотворная икона. Значит, эта икона порядка 20 лет находилась у архимандрии Тадриана, шитого с города Инза, тогда настоятеля села Оськино. И, ну, она передавалась с тем условием, что когда монастырь будет открыт, она вернется, как говорится, в свои родные пенаты. И когда был указ об открытии монастыря, отец Адриан сообщил об этом митрополиту, тогда проклу, и, ну, было, так как было подробное описание этой иконы, была проведена комиссия, которая подтвердила, что это как раз та самая чудотворная икона Божьей Матери, и икона вернулась в монастырь. 4 ноября, в день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери, митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин, епископ Барышский Инзинский Филарет и епископ Меликетский Чердаклинский Деодор совершили божественную литургию в Жадовском Казанском Мужском Монастыре. Жадовская Казанская икона Божьей Матери – это одна из главных святынь Симбирской митрополии. Икона является списком с Казанской иконы Божьей Матери, той самой, перед которой молились ополченцы об избавлении от иноземных захватчиков в период смутного времени. Жадовская икона всегда была почитаема народом, потому что по молитвам перед ней верующие получали исцеление и заступничество от стихийных бедствий и пожаров. Крестный ход Жадовской иконы Божьей Матери был одним из главных явлений духовной жизни Симбирской губернии и всегда собирал огромное количество людей. Традиции такого крестного хода существуют и сегодня, а верующие, как и прежде, обращаются со своими чаяниями к чудотворному образу. По завершении литургии архипастори и духовенства свершили молебен Божьей Матери перед почитаемой ее иконой Казанской и Жадовской. И таких случаев очень много. Очень много. Кому-то она помогла избавиться от каких-то нехороших привычек, кому-то она помогла родиться, появиться на свет. А пример я, в первую очередь, я. У меня родился внук по молитвам. И причем рук родился, поскольку Богородицу мы просили вместе с дочкой, внук мой родился, Симеон, в день Симеона Иерусалимского 17 января. Митрополит Лонгин поздравил братьев монастыря и паломников. Владыка напомнил, что Божья Матерь помогла преодолеть смутное время благодаря народному покаянию и усердным молитвам перед ее чудотворным казанским образом. Архипастор призвал и в сегодняшнее непростое время обращаться за помощью к Пресвятой Богородице. А сегодня нужно молиться не только и не столько о своем, сколько о стране нашей, о народе нашем, о людях наших и о тех, кто сражается сегодня на полях сражения. О том, чтобы Господь сохранил их, во-первых, здравыми и небредимыми, вернул бы их к своей доме, к своим близким, к своим родственникам и сохранил бы в них человеческие качества, которые так трудно сохраняются на полях сражений. Епископ Филарет поблагодарил митрополита Лонгина за посещение Жадовской обители в день праздника и совместную молитву. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. С октября на улицах Ульяновска стали появляться не совсем обычные баннеры. Вместо привычной рекламы они содержат цитаты из священного писания, а также высказывания видных деятелей российской истории и культуры о Боге и вере. Инициатором акции «Вспоминайте наставников ваших и подражайте вере их» стал настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы Иерей Захарий Бобров. Как отмечает священник, идея эта возникла давно. В ее реализации активно помогают прихожане. Изначально этот вопрос мы подняли на собрании в приходском, проговорили этот момент, но дальше в реализации уже, собственно, как и во всем, участвовала небольшая группа людей. Ну, по сути, мною предлагаемы были тексты, согласовывались с флодеком-метрополитом. Эти тексты уже затем накладывались на макеты, которыми занималась прихожанка нашему храму. Отец Захарий охотно делится своими размышлениями о том, для чего необходима установка таких баннеров на центральных улицах города. Нам нужно сделать так, чтобы добродетель постоянно была на виду. Не в плане похвальбы, а в плане назидания. То есть, и это делается должно не для того, чтобы там ради чистолюбия, там, самолюбия, или для того, чтобы там хорошо о себе думать, а именно просто как норму жизни. Вот если добродетель войдет в нашу жизнь как норма, тогда придется греху идти. Билборды с цитатами из священного писания и высказывания исторических личностей находятся во всех районах города и хорошо видны как водителям, так и пешеходам. Такая визуальная доступность дает возможность жителям города вспомнить о Боге, немного отвлечься от повседневной суеты и задуматься о смысле жизни. Инициатива вызвала разные отклики и споры в социальных сетях, но положительных отзывов было гораздо больше. Совершенно поддерживаю. Такие вещи надо продвигать, таких вещей надо делать больше. Ну и желаю, чтобы они висели на более близком расстоянии. Потому что священное писание, оно и наставляет, и научает человек. И поэтому в этом огромная польза как для души, так и для, собственно, жизни христианской и православной. В конце этого года и в начале следующего будет размещено еще несколько подобных баннеров. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская метрополия. Симбирская метрополия Симберская метрополия Симбирской метрополия Субтитры создавал DimaTorzok